ну и вот это платьица из моего гардероба очень многие писали мне расскажите как она сделана как она смоделирована я это все уже рассказала есть на ю тубе есть на сайте kolomika.ru пожалуйста смотрите ну и никогда не показывала это платье вот так вот в полный рост посмотрите это платье я тоже бы отнесла к разряду моих любимых к сожалению не так часто приходится его одевать тоже по случаю шито оно было на торжество на торжество определенное так ну и давайте носится очень редко потому что платье которые мы шьем для какого-то случая как правило ждут своего часа в шкафчике довольно долго на работу ты его одевать не будешь а какие-то такие присутственные места мы собственно говоря приходим не так часто и так давайте ближе к делу посмотрите на этот раз платье выполнено из жаккардового полотна жаккардового жаккардового материала жаккард видите вот такой вот он состав волокна здесь шелк я думаю немножко лен конечно немножко синтетики и немножко наверное даже шерсти потому что вот оно такое достаточно теплое я бы сказала платье еще это платье у меня сделано на подкладочки подкладочка у меня пришивается только горловине и не пришивается по рукавчикам рукавчиков подкладочки нет посмотрите как она выглядит со стороны спинки отрезной по линии талии прибавки прибавки по груди практически нет это 12 сантиметра прибавка по талии это тоже 0 1 сантиметр но прибавка по бедрам смотрите какая она большая то есть я его расширила по боковым швам и получилось там сантиметров 10 наверно вот за счет этого получилась вот такая большая прибавка по бедрам посмотрите какие интересные кармашки я придумала хоть это и нарядное платье я люблю чтобы оно было с карманами как обработать этой кармашки а тоже как-нибудь вам покажу то есть я не привязывала с них какому шовчику у него два боковых шва и один средний шов по спинке вытачки по талии на спинке я перевела вот эту сборочку небольшую и добавила еще немножко этой сборки и вытачки талиевой на спинке то же самое перевела в основную сборочку и еще немножечко усилила увеличила чтобы был похоже но теперь поговорим про лиф лиф очень интересное решение имеет все нагрудная вытачка и талиевая вытачка они переведены вот в этот вот подрезик видите вот такой подрез и вот такой соответственно шовчик впереди то есть вот в этот вот перпендикуляр спрятаны вот эти все вытачки ну и конечно вырез смотрите как интересно оформлен вырез лодочка оформлен вырез лодочка здесь вот такой треугольничек я сделан и сзади тоже решила поиграть формой выреза тоже посмотрите как я ее оформила сзади сзади на лифе две талиевые вытачки ну и собственно говоря и все теперь как строится рукавчик вы видите что здесь вот такой вот как бы спущенное плечо или форма реглана вот у этого плеча до строила я это на базе рукава реглан то есть я нашла общую точку вы знаете как я строю от нее провела вот эти вот линии потом рукавчик я объединила передний задний и добавила к рукаву лучевую раздвижку чтобы низ рукавчика оказался пошире и мне было что забрать вот на такие вот манжетики то есть сначала базовая конструкция обычная потом базовая конструкция рукава реглан потом моделирование рукава реглан и добавление лучевой раздвижки вот собственно и все конечно же здесь тоже есть подплечники и эти подплечники у меня особой формы они реглановские подплечники и тоже конечно же я их подработала под нужный мне фасон сделала короче сделала тоньше вот в этом месте только для того чтобы приподнять вот эту точку и спрямить свой очень покатый плечевой пояс что вы собственно здесь и видите вот такое вот платьица достаточно любимая платьица много лет уже ему лет наверное семь или восемь она у меня есть моем гардеробе но повторяю носится из-за того что это нарядная одежда праздничная одежда не будничная не так уж часто если вас заинтересовал покрой этого платьица пожалуйста я все о нем рассказала ищите смотрите пробуйте повторяйте не обязательно брать все целиком какие-то детали если вам понравилось мне вот очень нравится вырез горловины вот такое делать мне нравится вот такой рукавчик как на этом платьице пожалуйста можете воспользоваться всеми этими моими инструкциями все уже давно-давно рассказано всем всего доброго всегда ваша галина коломейка